Брут, Цезарь и Геракл. Именно с этими персонами из истории и мифов сравнивал сегодня участников суда над собой Арыстанбек Мухаммедеола. Новый процесс в отношении бывшего директора нацмузея и экс-министра культуры начали теперь уже по другому обвинению в рейдерстве. Анна Абрамова стала свидетелем исторического экскурса в зале судебных заседаний и готова поделиться занимательными подробностями. С самого начала сегодняшнего заседания по рассмотрению дополнительного эпизода в отношении Арыстанбека Мухаммедеолы подсудимый вел себя бойко, активно и энергично. Находящийся под стражей уже больше года бывший глава национального музея по всей видимости времени зря не терял, а укреплял свои знания юриспруденции, истории и дедуктивные способности. К новому судебному процессу, теперь уже по обвинению в рейдерском захвате одного из столичных отелей, Мухаммедеолы подготовился основательно. Свои доводы излагал, опираясь на отечественное законодательство. Впрочем, не только. В своем выступлении подсудимый припомнил и личностей из мировой истории, и даже героев греческой мифологии. Ваша честь, я не боюсь смерти или угроз. Ни моя семья, ни я в жизни никогда никого не обманывали. Уверен, вы как герой античности Геракл, который вычистил конюшного царя Аргия от навоза, вычистите подлозь и ложь в этом судебном деле и накажете последователя коварного брута. И Ваша честь, вы останетесь в истории как знаменитый Геракл. Но лишь на одной пылкой речи, которую Мухаммедеолы решил произнести вместо обычного с обвинением не согласен, подсудимый не остановился. Он решил лично допрашивать потерпевшего, который, как предполагает следствие, хотел одолжить у экс-министра культуры деньги на покрытие долгов отеля, но вместо того якобы чуть ли не лишился всего бизнеса. Мухаммедеолы же настаивает на бездоказательности обвинения. Ваша честь, огромная просьба. Скажите, пожалуйста, пускай он вам факты покажет. Он же свидетельствует. Адвокат Мухаммедеолы полностью согласен со своим подзащитным в том, что обвинение в рейдерстве и злоупотреблении служебными полномочиями надумано. Что же касается самого преступления, о котором идет речь. Оно относится к категории средней тяжести, то есть до пяти лет. Если его признают. Если он ранее был осужден, то ранее оно поглощает это. Учитывая то, что бывший директор нацмузея уже отбывает срок за растрату бюджетных денег, а это восемь лет тюрьмы, дополнительного заключения ему не назначат. И, судя по всему, борется подсудимый за свою репутацию. Первую часть статьи 249-й, обвинение по которой и предъявляют Мухаммедеолы, внесли в уголовный кодекс два года назад. Она уточняет, что рейдерство подсудимый мог совершать с применением так называемых силовых методов, то есть с использованием контролирующих, правоохранительных или других органов. Анна Абрамова, Тимирлан Нуртаза, Столичное бюро, ХТК.